Нет, ты видел новое видео Сквата? Блин, чувак, посмотри обязательно! Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Сквот Борд Шоп! 217-я попытка удачного произнесения этого чрезвычайно трудного для меня названия. Но не это главное! Главное, что у меня в руках уже немножечко ретро, но телефон. И с этим ретро-телефоном мы будем проводить розыгрыш. Сначала, ребят, важное объявление. Все эти розыгрыши, про которые я и мои коллеги по видео для Сквот Борд Шопа проводили розыгрыш, то есть просили оставлять комментарии, там еще что-то делать, все эти розыгрыши теперь будут проходить не где-то ВКонтакте, а практически в прямом эфире в наших обзорах. И сейчас мы разыграем набор колес из одного из предыдущих видео. И еще было видео, где мы говорили, когда будет 3,5 тысячи просмотров, мы эту доску разыграем. Пока вяло смотрите, друзья. Вяло всего 1000 просмотров, поэтому сажаем друзей, сажаем родственников, просим всех смотреть вот это видео, комментировать, запоминать его, цитировать, чтобы ночью разбудили, что на третьей секунде рассказали. А там, рассказали про доску, все зашибись. Так вот, когда будет 3,5 тысячи просмотров, мы доску разыграем. Не жалко, у нас этих досок полный магазин. А сейчас разыгрываем колеса. Я обычно на Гидре колеса разыгрываю, не важно. Копируем ссылку. Ультрагенератор. Ютуб победитель по комментариям. Вставляем. Нажимаем Go. Прогенерируется, генерируется. И что у нас прогенерировалось. И победитель у нас. Some kind of art. Люблю фиолетовый. Мне подойдут. Участвую. Ну что ж, друг, some kind of art. Твоя любовь к фиолетовому позволила тебе выиграть набор колес. Катайся на них, езжай на них. Можешь даже отъезжать на них. Мы будем рады. Пожалуйста, напиши в ВКонтакте, в Инстаграме или еще куда-то в аккаунт из Квод Бордшоп, чтобы предоставить доказательство, что ты и есть some kind of art. А то у вас этих some kind of art завтра 57 человек напишут. Ну вот, представьте доказательство, скажи, я хочу приз. И тебе этот приз дадут. Когда дают, это всегда очень хорошо, ребят. Вот. Еще раз. Благодарим всех за участие. И участвуйте в наших новых конкурсах. Активней смотрите. Вовлекайте в просмотр этих видео своих друзей. Приходите в учебные заведения. Там, в сетках своих. Я не знаю, где вы там сидите. Нет, ты видел новое видео с Квата? Блин, чувак, посмотри обязательно. А потом глядишь, а у тебя уже доска. Глядишь, а у тебя уже и колеса. Глядишь и поехал. Что там еще? Подвеска, да, нужна? Колеса, доска. Ну все, и поехал. Котбордшоп, друзья. И у нас сегодня замечательный обзор про историю и про современные модели такого культового бренда, как Fallen Footwear. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Друзья, как я вам, наверное, уже не раз рассказывал, но повторюсь для тех, кто, может, первый раз смотрит. Я не особо скейтер. И я не буду здесь говорить про какие-то достоинства этой обуви, как профессиональные обуви для скейта, потому что это было бы, что называется, не true, не по-настоящему. Кстати, о настоячности в этом видео будет очень много. Поэтому я буду говорить о том, что я в кроссовках люблю. Это их историю, это их какие-то технологии, то, как они выглядят. Ну, какие-то связанные с этим легенды и официальные факты. Мне кажется, это тоже интересно, и тоже интересно было бы вам это все рассказать. И про фирму Fallen. Когда эти кроссовки начали появляться с 2003-2004 года и достигли, наверное, своего апогея в году 2007-м. Можно сейчас про горящие листья в январе и то, что нужно вернуть эти года, шутить. Окей, пожалуйста, шутите в комментариях. Но фишка в другом. Я, как человек, который очень много все-таки интересовался кроссовками, для меня это были очень некрасивые кроссовки и неинтересные. И более того, я не понимал, в чем их прикол. Почему люди их носят и с чем это связано. Потому что, на мой взгляд, они были вообще некрасивые, вообще неинтересные. И, понятное дело, что все время, когда ты сталкиваешься в той дисциплине, которая тебе интересна, с чем-то новым и непонятным, я решил, ну, чуть поглубже копнуть. В чем же прикол этих кроссовок? И, надо сказать, мне история их понравилась. Вообще, компания Fallen и этот бренд связаны с таким известным скейтером, как Джейми Томас. Джейми Томас, наверное, первую свою порцию такой известности, суперизвестности получил в 1997 году после такого видео, где он выполнил трюк под названием Leap of Faith, именно прыжок веры, это все называлось. В тот момент он уходил из очень популярного, такого известного, крутого скейт-бренда Toy Machine, создавал свой собственный бренд The Rose, который тоже в свое время постоянно крутым и популярным, но тогда он уходил, что называется, в неизвестность. И когда он подготавливал видео, которое было бы, скажем так, открывающим этот бренд The Rose, он подумал, что было бы очень символично закончить его таким интересным трюком, прыжком, ну, можно сказать, неизвестности. Наберите Джейми Томас Липов в Faith, хотя что наберите, у нас с помощью наших волшебных технологий, вы, я думаю, увидите во время моего рассказа этот самый трюк, то есть, когда человек прыгает с лестницы, где-то, наверное, в два его роста и приземляется на скейтборд. Он сам рассказывал, что больно было, было очень страшно, я несколько раз подходил к этому месту и останавливался, но потом все-таки сказал оператору, чувак, я, наверное, прыгнул. Прыгнул, была всего одна попытка, он действительно приземлился на этот скейт, скейт сломался, сам он ничего себе не сломал, встал, и это был действительно дичайший трюк, после которого все начали говорить, ты видел, что вытворил этот парень. И этот парень, он на этом не остановился. Этот парень, он, как поет Кипелов, был из тех. После начала сотрудничества и начала его бренда Zero, его также подписала компания Цирка, за которой он катался до 2003 года. И многие считают, что одна из лучших скейт-моделей была именно сделана для компании Цирка, которая называлась Джейми Томас. Но человек хотел идти дальше, и он сказал, «Нет, это все хорошо, цирка супер, но я хочу собственный бренд». Бренд, который будет вот прям чисто для скейтбординга. Не важно, катаешься ли ты хорошо, не важно, катаешься ли ты плохо, но если ты живешь скейтом, если ты живешь скейтбордингом, то этот бренд для тебя. Ну, то есть то, что вот есть такой бренд FUBU, который шифровывается for us, by us, его там рэпера сделали, это, можно сказать, было такое FUBU для скейтбордистов. То есть даже в рекламных старых плакатах Fallin'а там было фото команды, было фото уже таких сношенных кроссовок, и было написано, что «Ребята, перед вами обувь, которая была придумана, которая была сделана, которая была испытана и которая была уничтожена в процессе эксплуатации скейтерами». Если вы живете скейтбордингом, это обувь для вас. И за это можно, наверное, было просить различные там, скажем так, не самые лучшие дизайнерские ходы. Я даже по-другому скажу. Отсутствие дизайнерских ходов. Это просто очень крутая, очень функциональная скейт-обувь, за которую катались очень крутые скейтеры во главе с господином Джемми Томасом. Надо сказать, как помните, я про Osiris рассказывал, когда создание бренда Osiris и модели D3 совпало с фразой All Dirty Bastard'а «I'm the whole Osiris of this shit». Так и Fallen, оно совпало с большим подъемом культуры эмо. И сразу же было такое сравнение, что Fallen – это павший, то есть павший ангел. И сам девиз компании Fallen – «Rise with the Fallen», то есть поднимайся с павшим, он воспринимался очень хорошо не только ребятами, которые занимались скейтбордингом, но и эмо-сценой. Ну, я думаю, кто помнит 2007 год, те помнят вот этих безумных мальчиков и девочек, всех в клеточку и с такими вот замечательными обувью. Да что говорить, есть такой замечательный рэпер Fallen MC, Ваня Fallen, который тоже взял себе имя из-за вот этих кед, хотя сам к скейтбордингу никакого практически отношения не имеет. И когда эта компания стала безумно сильно развиваться, они, кстати, сделали один очень интересный фильм, посмотрите его «Ride the Sky», он называется, тоже это вот, ну, что называется, скейтбординг, как он есть. Без прикрас, без каких-то там взрывающихся вертолетов и прочих спецэффектов. Нет, это жизнь. Скейтбординг – это жизнь. То есть сам Джейми Томас, например, кстати, у него даже татуировка Fallen была на руке, да и сейчас есть, он говорил, что для него есть такая позиция «skate or die», то есть «катайся на скейте или умри». Но со временем интерес к скейтбордингу стал падать, и в 2016 году сам Джейми выпустил, ну, написал такой пост в соцсетях везде и вообще сказал, что, говорит, ребят, ну так получилось, что мы даже не набрали минимальных заказов на производство этих кет. И у нас сейчас есть два пути. Первый путь – это мы все-таки размещаем эти заказы, но так как очень маленькое количество, цена возрастет, наверное, в два раза. Мне кажется, это не прикольно, и вам это тоже неинтересно, потому что настоящая скейтобуха, она должна быть функциональной и недорогой. И второй путь – это мы делаем большой заказ, но только вы не обессудьте, что эти кеты будут продаваться не только в скейтшопах, но и в различных дисконтах и магазинах, там типа фамилии и прочих по всему миру. Но так получится, потому что иначе нельзя. Оба эти пути, они для меня неинтересны, поэтому я принял для себя непростое решение вместе с своей командой, что мы закрываем бренд Fallen. Как он сам потом рассказывал, сначала никакой реакции не было, но когда этот бренд исчез, все-таки, а где он? А что случилось? А кто это сделал? Да, вот как в известном таком российском скетче. И в одном из интервью, вроде бы, журналу Дженкем, когда его спрашивают, ну а ты можешь себе представить, что ты продашь кому-то этот бренд? Он говорит, нет, это, говорит, самый худший вариант развития, такого, я думаю, никогда не будет. 2019 год. Fallen объявляет о своем возрождении. Да, этот падший ангел вновь поднимается. И самое интересное, что поднимается он не с Джейми Томасом. И здесь сразу такие были вопросы, как же так? Ну это же, типа, не очень хорошо. И, понятное дело, что люди начали копать, а кто вообще решил этот бренд возродить? Может быть, тоже какая-то большая компания все это купила и будут делать так централизованно? Нет, все было немножко по-другому. Дело в том, что эту компанию выкупил бразильский дистрибьютор Fallen, которому она очень нравилась, и который понял, что сейчас с возрождением интереса к скейтбордингу есть все шансы заново выпустить отличную коровую скейт-обувь, которая будет именно про скейтбординг, а не про какую-то супермоду. Одним из людей, который отвечает как раз, кто будет кататься в этой команде, как будет выглядеть эта обувь. И вообще, в принципе, за основную стратегию отвечает человек, создавший Black Box Skate Park, который, кстати, в свое время создавался при поддержке Fallen и при поддержке Джейми Томасом. Томаса под именем Чад Форман. И самое смешное, ну и даже не смешное, а интересное, что трех старинных райдеров, которые катались раньше за Fallen, их удалось привлечь к Fallen сегодня. Первый из них это Крис Колл. С ним, кстати, связан очень интересный такой момент, что он, в принципе, мог бы с самого начала кататься за Fallen, но у него был контракт с DC, и он сказал Джейми, типа, Джейми, типа, чувак, ты мой друг, но вот я ребятам пообещал, они тоже крутые скейтеры, я буду за них кататься. Тот сказал, чувак, не вопрос. В 2005 году DC продались QuickSilver, и в этот момент Крис Колл сказал, не, слушайте, пацаны, мне вот эти вот большие компании, мультикорпорации не интересны, я все-таки хочу от вас уйти и кататься за Fallen. И Кен Блок, человек, который как раз создал DC Shoes, он во всеуслышание сказал, а я уважаю это решение, потому что вот да, вот сейчас у нас мы пойдем уже другим путем, и если человек настоящий хардкорный скейтер, и он хочет кататься за что-то скейтовое, то Fallen это как раз тот бренд, за который и стоит кататься, что, понятное дело, дало и дополнительных очков бренду Fallen. И сейчас Крис Колл снова катается за Fallen, причем у него уже есть своя собственная модель. Что интересно, кстати, в Fallen, сейчас мы будем уже более подробно про модели говорить, что, как правило, у них модели не называются в честь какого-то скейтера. Они называются простыми именами, там Bomber, Patriot, Reaper, и вот у Крис Колл у него будет модель Reaper. И уже в этих моделях есть специальная, что называется, модификация, как именные кеды кого-то. Ну, например, как есть такой замечательный человек, как Сандовел, и модель Bomber, наверное, одна из таких главных моделей Fallen в этом сезоне, вот так вот выглядящая. Это вот его модель. Здесь его собственный логотип в виде льва. Тоже рассказывать особо про технологии, ну, здесь, наверное, стоит отметить очень хорошую амортизацию. Смотрите, какая стелька, практически во всех Pro-моделях. Да что я говорю про модели? Это модели все для скейта, то есть, поэтому, я думаю, здесь даже такое слово, как Pro-модель, употреблять-то и не стоит. Все они идут со специальной стелькой Impact Foam, которая очень сильно гасит удар. Вот эта модель сделана из натуральной замши, но, например, если вы являетесь веганом, если вы являетесь человеком, который считает, что этичное отношение к животным, оно должно распространяться не только в лайке, в инстаграме и тому подобное, а на всю там вашу жизнь, окей, есть специальная модель для веганов, модель Forte. Есть, естественно, слепоны, Изи называются они. Вот они у нас здесь есть. И еще одна модель Patriot, которая тоже у нас присутствует. Практически бренд начался с небольшого количества моделей, то есть, у них 5 моделей вот таких основных. То есть, это Изи, Бомбер, Patriot, Forte и Reaper, модель Крис Кола. Все эти модели, они есть в сквот-бордшопе и каждую из них вы можете приобрести. В принципе, на этой ноте, наверное, можно закончить. Жалко или не очень прикольно, что Джейми Томас, конечно же, не вернулся в этот бренд, но с другой стороны, там остались люди, которым он доверял и которым, я думаю, он до сих пор доверяет. Люди, которые тоже живут скейтбордингом. И будем надеяться, что это не просто какая-то такая попытка впрыгнуть. А вот скейтбординг опять популярный. А сделать тот продукт, который скейтером и не только скейтером будет интересен. Поэтому, друзья, если катаетесь, присмотритесь к этой модели. Попробуйте эти кеды. Вспомните, как может быть вы раньше в них катались. Если не катаете, ребят, это реально очень интересный и очень классный бренд с историей. Поэтому тоже обратите на него внимание и не бойтесь, что вас будут называть постаревшей Эмма. Носите эти замечательные красотки. И перед тем, как окончательно с вами попрощаться, хочется сказать что-то хорошее. Любите друг друга и давайте разыграем одни кеды. Я думаю, что разыграем кеды под названием Патриот, потому что на них нет надписи Фолин. Шутка. Давайте разыграем эти кеды, потому что они хорошие. Как только это видео наберет 2000 просмотров, один рандомный комментарий, который будет к этой записи, сразу же выиграет эти кеды в любом размере, который мы сами ему выберем. Но это шутка, конечно. В начале одного из следующих видео, когда, я говорю, будет 2000 просмотров, мы так же, как сегодня, как вот на этом видео, проведем розыгрыш и кто-то из вас станет счастливым обладателем путевки в Фолин. Скотт Бордшоп, друзья! Скотт Бордшоп! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова